Вера, здравствуйте. Сегодня глава ДНР озвучил данные расследования Генеральной прокуратуры ДНР по убийству 5-летнего, точнее 4-летнего ребенка в населенном пункте Александровская, которая находится на севере ДНР. Давайте послушаем, что нам рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Возбуждено уголовное дело в отношении командира 59-й бригады. Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок по предварительным результатам следствия погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт. Здесь люди, которые живут обычные мирные граждане, они не понимают, за что вооруженные силы Украины их убивают. Ведь оператор беспилотника он прекрасно видел через камеру, на кого он скидывал взрывное устройство. Давайте послушаем родственницу, бабушку этого погибшего мальчика, 4 года, его звали Вадим. Если ты, посмотри, кого-то лишил жизни. Посмотри на это солнышко, которое улыбается, действительно ангел. Это же ангел еще, а ты его лишил жизни. Ну чем я, Ангел? Это улыбка у него все время была. Он любил улыбаться. Он всегда, его соседи все любили. Все плачут, соседи за ним, потому что мы живем тут одни старики. Он всегда приезжал. Он с соседями разговаривал, он всех угощал, что было в кармане. Всем все рассказывал, песни пел. В общем, ситуация на линии соприкосновения по-прежнему остается сложной. Буквально минут 40 назад обстрел шел юга Донецкой Народной Республики. С утра дважды обстрел велся окраин города Донецка. Это Кировский район, поселок Шахты Абакумова. Вооруженные силы Украины применяли минометы калибром 82 мм, а также автоматические гранатометы пламя. Довольно-таки серьезное вооружение. Несмотря ни на что, вооруженные силы Украины по-прежнему подтягивают технику. Только по данным миссии ОБСЕ за последние месяцы было зафиксировано более 600 единиц вооружения, которое подтянуло ВСУ на линию соприкосновения. Студия. Андрей, спасибо. Наш собственный корреспондент Андрей Руденко о ситуации в Донбассе. Редактор субтитров А.Семкин